СМС-спам теперь официально под запретом. Новые поправки в закон о связи вводят понятие рассылки и правил ее осуществления. Теперь оператор связи передает сообщение только если абонент даст согласие на его получение. Как сэкономить время, нервы и деньги в борьбе с надоедливой рекламой, расскажет представитель сотового оператора Светлана Захарова. Светлана, в последнее время очень часто поднимается вопрос борьбы с интернет-спамом. Даже президент подписал закон о запрете несанкционированных рассылок. Как вы думаете, проблема настолько остро стоит сегодня? Проблема действительно актуальна. За последние два года в тысячу раз увеличилось количество СМС-спама. Но с 2013 года Мегафон начал блокировать СМС-спам с коротких и символьно-буквенных номеров, что позволило значительно уменьшить и количество жалоб от абонентов. Они сократились в три раза и заблокировали мы за 2013 год около 1 миллиарда спам-сообщений. Не секрет, что рассылки стали даже идеей для бизнеса. То есть не когда компании рассылают информацию о себе, а платят деньги специальным фирмам, которые только делают, что занимаются рассылкой. Перестанут ли они работать, если оператор будет контролировать присылаемую информацию? Это СМС-агрегаторы, вот о том, о чем вы говорите. Они рассылают чаще всего СМС-сообщения с коротких и символьно-буквенных номеров. Это мы уже заблокировали. Если они занимаются рассылкой с федеральных номеров, то, к сожалению, операторы не имеют никакого права не доставлять эти сообщения, вплоть до отзыва лицензии, может быть, наказания. На самом деле законопроект сейчас дает определение полностью, что такое СМС-спам, что такое СМС-рассылка. И если сообщения, которые приходят абоненту, подходят под это определение, то, соответственно, оператор прекращает работу этого номера конкретного. Ну и каков теперь порядок действий гражданина, который хочет прекратить поток надоедливых СМС-сообщений? Существует бесплатный сервис 1911. Это короткий номер, на который все абоненты могут присылать те сообщения, которые они не хотят получать. Наши специалисты уже с начала года обработали более 200 тысяч заявок. Сервис действительно пользуется очень большим спросом. Также абонент может самостоятельно заблокировать без вмешательства оператора любой номер, который ему не нравится, с которого он не хочет получать СМС-спам. Эта услуга называется «СМС-контроль». И нужно набрать, для того, чтобы внести номер в черный список, нужно набрать на своем телефоне команду «звездочка-903-решетка». Абонент получит благодаря этой команде 10 последних номеров, с которых ему приходили СМС-сообщения. И любой из этих номеров он может внести в два клика в черный список. Услуга бесплатная, поэтому можно прямо сейчас всем попробовать. СМС-контроль.